В январе сборная России по регби готовилась к играм Кубка Европейских наций. Тренировки проходили в Сочи на базе Югспорта. В этом году сбор российской команды проходил под руководством нового тренера. Летом прошлого года был подписан контракт с 54-летним валийским специалистом Лином Джонсом. Он и готовит нашу сборную к предстоящему Кубку мира, который пройдет в этом году в Японии в ноябре. Мы уже попали на Кубок мира, то есть мы уже заняли там свое место в группе. И этот чемпионат Европы мы рассматриваем как основная подготовка Кубку мира. Помимо чемпионата Европы, конечно, еще будут тест-матчи уже предшествующий сам Кубок мира. Но основная задача, да, это хорошо подготовиться как физически, так и быть оснащенным и в техническом плане. Что касается Лин Джонса, это новый специалист, который еще не полностью раскрылся. Он пришел буквально в декабре, то есть в ноябрьский, в ноябре, когда мы играли в ноябрьские тест-матчи. С моей точки зрения, он зарекомендовал себя как хороший, грамотный специалист, максималист по жизни. То есть принес что-то новое, чему нам нравится у него учиться. А что это новое? У каждого тренера свои взгляды на игру. Где-то что-то новое в защите, в атаке, вообще в психологии регби. То есть много своих факторов, которые он принес именно в нашу команду. И я думаю, у него все получится. Серия игр Кубка Европейских наций стартовала 10 февраля матчем с испанцами. Наша команда проиграла со счетом 14-16. Всему виной оказалась банальная преждевременная радость. Начали матч, конечно, уверенно. И уже, наверное, сыграло злую шутку то, что мы после первого тайма поверили, что все закончится хорошо. Но испанцы не тот соперник, который тоже прощает ошибки. Где-то, может, неуверенность. Много брака сыграло свою роль. Можно сказать, сами отдали эту победу. Конечно, это рейтинговые очки, это очки чемпионата Европы. Но еще не все потеряно. У нас впереди еще и Бельгия, и Германия, и Румыния, и Грузины. Так что все шансы мы сохраняем. Матч между российскими медведями и бельгийскими черными дьяволами состоится в Сочи 16 февраля на центральном стадионе. Это будет седьмая по счету встреча. И во всех национальная команда выходила победителем, несмотря на упорное противостояние бельгийцев. Если у нас будет такая возможность, то мы, конечно, не дадим бельгийцам набрать очков и сами будем зарабатывать их максимально. Тем более мы играем в Сочи, это наш второй дом. Здесь мы проводим максимально времени и сборов, и игр. Так что, я думаю, и болельщики придут, помогут. Так что будем настраиваться на разгром. А что можете сказать о поле или на площадке? Идеальное поле, идеальные условия, идеальный климат для игры в регби. Если сейчас в Москве минус и навалило снега, то здесь солнце, сухо и хорошая атмосфера. Пользуясь моментом, хочется всех пригласить. 16 числа в 2 часа дня стадион «Парус», «Югспорт». Будет жарко. После игры с бельгийцами сборная России встретится с Германией и Румынией. Матчи пройдут в начале марта. Последняя игра чемпионата Европы состоится 17 марта против сборной Грузии. Это будет еще один домашний матч для «Медведей». Встреча пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ».